Всем огромный-огромный привет! И в этом видео я бы хотела вам рассказать о своих покупках, которые я сделала не так давно и уже успела попробовать. Начну я вот с такого. 100% натурального золотого сибирского масла для сухих волос и секущихся кончиков. Масло дикой алтайской облепихи, кастровое, репейное масло, кедровое масло и репейное масло с золотыми пептидами. Вот такая коробочка. Вот сама бутылочка. Я уже в одном из видео показывала это масло и девочки попросили меня ставить отзыв. Вот такая вот стеклянная, по-моему, бутылочка. Банка сама с пипеткой. Пипетка вроде бы очень хорошо набирает, но даже купивши вторую баночку, я никак не могу к ней приноровиться, к этой пипетке. Не дружим мы с ней, мне легче открутить крышку, добавить продукт на руку и распределить по волосам. Вот такой оранжевый цвет. У самого масла запах очень яркий, ярко выраженный запах облепихи. Очень приятный запах и такой, как будто вот ты сидишь, где ты собираешь облепиху. Вот пахнет живой настоящий облепих. И, к сожалению, на волосах запах не остается. Он тоже смывается. Очень быстро исчезает. Смывается масло тоже очень хорошо. То есть никаких проблем я тоже с этим не испытала. Как обычно, с некоторыми маслами очень трудно смыть. Это оно смывается очень хорошо. Наносится тоже очень хорошо. Я наношу это масло только на кончики волос. И мне кажется, что оно очень хорошо работает. Правда, не с первого раза. Вот я уже на второй баночке только поняла, что есть какое-то вот улучшение. Во-первых, волосы становятся более сильными, здоровыми. Даже внешний вид у них очень хорошо улучшается. Волосы хорошо расчесываются. Они не путаются на концах. И вот маслом я очень этим довольна. Поэтому, девочки, у кого сухие волосы и секущиеся кончики, чтобы увлажнить как-то волосы, то присмотритесь вот к такому маслу. Вот мне очень понравилось. Пока вот я купила вторую бутылку. Следующее, это кедрово-ягодный скраб-гаммаж для тела с массажным биоэффектом. Масло из жмых орехов идет, сибирского кедра. На основе косточек малины и брусники. Вот такая вот коробочка. Крышка откручивается. Здесь еще одна крышка, такая пластиковая. Сам скрабик вот такой. Там, видите, много косточек. Наверное, малины, брусники. Такая желеобразная консистенция у него. Запах очень приятный. Запахнет лесом, деревьями и баней почему-то. Ну вот, как скраб он мне не подошел. То ли там эти частички очень маленькие, которые должны быть. То ли еще что-то. Ну вот, я просто использую его как для душа. Потому что кожа после него становится очень бархатистая, нежная, увлажненная. И я им очень довольна. Стоит он тоже очень недорого. Плюс в линейке вот этих скрабов. Там были скрабы на сахаре, скрабы на соли. На сахаре были скрабы с облепихой, с клюквой, с лимоном, по-моему, с клюквой. Что-то вот такое. Ну, каждый найдет по своему вкусу. Поэтому я пока очень довольна вот этим скрабом. И, наверное, куплю еще какой-то, ну, уже немножко другого состава. Ну вот, на этом и все. Если мое видео было интересным, полезным, информативным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok